Боже, храни королеву! 1 ноября 2019 года, 16.56 Эдуард Лимонов писатель, публицист Бриксит – это долгоиграющая тема Четвертый год пошел с лета 2016-го, когда британский народ с перевесом в 2 с небольшим процента решил на референдуме, что Великобритания выйдет из Европейского Союза Так вот, Бриксит опять отложен, еще на 3 месяца, до 31 января А премьер-министр Джонсон не лежит в сточной канаве, как обещал, в случае если не выведет Великобританию из ЕС до 31 октября Также по теме Важно, чтобы время продуктивно использовалось ЕС предоставил Великобритании очередную гибкую отсрочку Бриксита Страны Евросоюза одобрили запрос Великобритании и предоставили Лондону очередную гибкую отсрочку Бриксита на 3 месяца, до 31 Вообще-то про канаву Джонсон заведомо загнул Сточных канав в европейских столицах давно не существует Все стоки забраны в трубы и упрятаны под землю Этот потомок турок, Джонсон, его наугад взятая распространенная британская фамилия, ну как у нас Иванов, вообще-то еще его дед носил фамилию Али, представляет Лондон, видимо, по романам Дикенса, хотя и был мэром Лондона еще совсем недавно, а не при Дикенсе Так что если бы хотел выполнять обещание, лежал бы сейчас Джонсон в ручейке нечистот, текущем из свинофермы в овраг, где-то в глубине отдаленного графства Под объективами фотоаппаратов, линзами камер и стеклышками мобильников Не лежит Вцепился в Даунинг-стрит 10, где у них резиденция премьер-министра Цепко, крепче Терезы Мэй вцепился Ибо сейчас время лидеров, которые не держат своего слова Такие, как Джонсон, не уходят в отставку Ни в какую, хоть что проезд глаза, все божья роса Вон Маркро не уходит, и Трамп не уходит К тому же частично он добился своего Если не вывел страну из ЕС к 31 октября, то немытьем, так катанем добился проведения всеобщих выборов в парламент И надеется, что британцы выберут ему более сговорчивый парламент Что касается меня, то из моего российского далека я предвижу, что новый парламент будет таким же самодовольным и упрямым органом, как и нынешний А что касается Брексита, будем еще три месяца смотреть с несколько ослабевшим вниманием сериал, вышедший на экраны в 2016 году А возможно, что и после 31 января Брексита не случится Вполне-вполне возможно Вообще-то непроницаемая граница между Ирландией и Великобританской Северной Ирландией нужна больше всех королеве Чтобы из ее титула монарха Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии не выскочило это Объединенное Королевство Юнионистам из Северной Ирландии Борису Джонсону Всем же остальным британским гражданам, за исключением разве что горстки психопатов, титуловка королевы, да и Британии должна быть до лампочки А европейцы из ЕС хотят, чтобы Северная Ирландия была бы в налоговом смысле как Ирландская Республика Так за что боролись, негодуют местные политики-юнионисты в Северной Ирландии И то верно, получается, что зря боролись, стреляли, взрывали, пытали Ну и Борису Джонсону в данном случае необходимо четкая граница между Великобританией и Ирландской Республикой Ибо по этой теме, ему верится, он может сломить парламент, если не настоящий, то будущий Королева и Борис Джонсон, таким образом, выступают за диктатуру, а британский парламент им мешает Но лучше бы не мешал, а то это все и смешно, и горестно, как крупное государство корчится, беспомощное, в плену своих традиций А парламент, конечно же, выродился, институция прошлых веков, когда буржуазия боролась с королями Парламент был тогда нужен, важен и без него было никак Время для реальных перемен Могут ли досрочные выборы в Великобритании привести к отмене Брексита Премьер-министр Великобритании и лидер консервативной партии Борис Джонсон считает Что досрочные выборы помогут Тарию укрепить свои Извиняйте, но я за Бориса Джонсона, добивающегося диктаторских полномочий А как еще можно назвать требование закрыть парламент на месяц, пока он порешает проблему с Брекситом Только требованием диктаторских полномочий Я против кривляющихся и любующихся своим кривлянием в палате общин мужчин и женщин Четвертый год идет Народ ждет Народ же хотел выхода из Европейского Союза Однако вот какой рост Не совсем все надежно Точнее, все ненадежно в решениях парламента по выборам Да, 29 октября за проведение досрочных выборов в парламент проголосовали 438 депутатов Против только 20 Однако парламент, проголосовав за выборы, отверг дату 12 декабря За дату проголосовали только 299 парламентариев, а против высказались 70 человек В то время как для утверждения даты выборов нужны голоса двух третей парламента, а именно 434 голоса Со злорадством демонстрирую вам это британское несовершенство Там, как видите, черт ногу сломит, голосуют, как видите, отдельно за проведение выборов и отдельно за дату проведения выборов Я же объясняю, насколько британский парламент несовременен и тянет Великобританию на дно существования Борис Джонсон, британцы называют его запросто Борис, назвал ситуацию с Брекситом очень глупой Я бы назвал ее шизофренически дебильной Еще о выборах Это авантюра, на которую стороны пускаются только для того, чтобы не выглядеть противниками демократии Ни Карбин, глава либористской партии, ни Джонсон, как глава консерваторов, не готовы к выборам Да и парламент проголосовал за выборы, только чтобы граждане их не обвинили в нежелании разрешить Брексит И еще неизвестно, как проголосует Палата Лордов Короче, Боже, храни королеву Несомненно, что ее зовут Елизавета Все остальное в Британии сомнительно Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции Продолжение следует...